Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на ваших экранах самая дешманская рулетка, которая была за всю историю рулеток в нашей игре. Да, пускай история рулеток у нас насчитывает там, грубо говоря, два месяца, да, но в целом это все-таки самое дешевое, то что у нас пока случалось. В центре у нас красуется великолепный сертификат на исследование танка аж восьмого уровня, который даст вам скидку в 25%. Круто ли это? Не знаю, ребят, серьезно, я сейчас в каком-то легком недоумении, потому что если раньше мы стартовали, по-моему, с 50 тысяч серебра, то сейчас мы стартуем с 18, но целых три раза сможем их забрать. И у нас есть не один раз, а целых два раза возможность забрать по 2000 свободного опыта. Есть еще сертификат на седьмой уровень, тоже на 25%, и что-то мне подсказывает, что, наверное, это второй самый главный приз в этой рулетке. Ну, раз на первом месте у нас на восьмой уровень сертификатик на исследование техники. Есть еще 120 тысяч серебром, и на этом, в принципе, привет. Есть еще X3 в количестве шести штук и в количестве двух штук, но все-таки, ребят, я немножко не догоняю. То есть, что это? Зачем это? Кроме как для того, чтобы ребята подготовились к новой ветке десятки ВЗ-55-му быстрее допрыгать, ну, так лучше бы здесь тогда был сертификат на десятый левел, а не на восьмой. Ну, просто по логике, да, это не настолько уж и тяжелые уровни седьмой-восьмой для того, чтобы их пройти. А может, это легкий намек на то, что пройти все-таки седьмой-восьмой уровень в грядущей новой ветке фижей будет сложно? Не знаю. Пишите свои комментарии, высказывайте свое мнение по данной теме. Что касается стоимости шагов. Действительно, все очень дешманский. 10, 30, 40, 50, 60, 75, 90 и дальше по тексту. Но если вы это все просуммируете, то получается некислая цифра. В 3 115 голды. А за 3 115 голды, если мы зайдем с вами в магазин... Я говорю, если мы зайдем с вами в магазин... Ладно, хорошо, выйдем из рулетки. И если мы все-таки зайдем с вами в магазин... Ну, спасибо вам большое за то, что мы заходим в магазинчик. Мы посмотрим с вами, че почем, вот допустим, среди танков. Что можно взять за 3 115 голды. Ну, окей, хорошо. Давайте будем говорить так. Если вы не пожадничаете, то вы можете взять себе М4 FL10. Довольно прикольная и интересная машина с уникальным барабаном. 3,5 тысячи стоит. За 2 тысячи вы можете взять себе крупа 38-го. Да, это пятерка, но это все-таки премиумная машина. К ней еще идет Х5 в количестве, ребят, 10 штук. То есть, если там у нас 6 и 2 по Х3, того 8 раз вы сможете победить с Х3. То здесь 10 раз с Х5. Плюс здесь есть еще камуфляж, слот в ангаре. Ну, не знаю, ребят, выгодно или нет крутить рулетку на 3 115 голды. Окей, хорошо, не хотите крупа, возьмите себе ПЗшку. 5-4, да, более, скажем так, скромное предложение. Но все-таки Х5 в количестве 10 штук опять-таки есть. Опять-таки слот в ангаре. И какая-никакая, все-таки премиумная машина 5-го левела. А здесь за 3 115 прокрутить рулетку для того, чтобы максимально, что можно было отсюда забрать. Это аж целый сертификат на исследование танка 8-го уровня и 7-го. Не знаю. Я, как я уже сказал, в легком недоумении. Пишите свои комментарии. Ну, а если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит в нашей игре. По поводу товаров в магазине и предложений, которые в нашей игре появляются. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на котором вы никогда не наткнетесь на вранье или агитацию приобрести что-либо, что может вас потенциально расстроить. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать вchar. Пока-пока. Редактор субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в house. Пока-пока.